Игнат Тихонович Я как католик имею такой небольшой к вам вопрос Почему мы крестимся слева направо, а у вас православных крестятся справа налево? Потому что молитва разная Молитва разная? А в чем она отличается? У нас же Библия одна Ну Библия-то одна, так вот получилось исторически Допустим, мы говорим так, вот смотрите внимательно на меня Мы считаем Иисусову молитву Она считается так Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Мы изображаем крест Христов на лоб, Господи То есть ты, Господь, всего что есть Иисусе Христе, где пуп, чрево Это ты имя получил через Деву Марию Сыне Божий, ты вознесся с правой стороны А грешники будут налево ставить Помилуй меня грешного с левой стороны У нас молитва такая Мы изображаем крест Христов и просим прощения Католики молятся так Ты, сшедший с небес Нас стоящих на погибельной левой стороне Переведи на правой То и другое правильно Но так сложилось Я родился здесь, вы там Я объяснение знаю как Вот когда мы слагаем два перста Это как князь Владимир говорил Вам видно? Смотрите сюда Да, да, я вижу, вижу, вижу Видите, вот Вы сгибаете, да? Вот два Это означает, что вот это вот троица Содействующая И два перста Бога человечества Иисуса Христа Бога человечества Сегодня, после реформы Никона Соединяет три пальца И изображает крестное знамение Меня спрашивают, а как правильно? Я говорю, то и другое Имеет в себе элемент ереси А почему? Потому что мы изображаем крест Христов Это надо помнить И когда мы показываем два Это Бога человечества А умирало человечество, не Бог Когда три показывают троица На кресте троица не умирала А как правильно? Я говорю, правильно Когда у Христа пять ран на кресте Как католики делают крестное знамение И на меня за это нападают Я говорю, я не католик Но я показываю, как исторически сложилось Пять ран Пять ран Христово естество Получило на кресте И поэтому мы изображаем крест Христа На себе До некоторой степени Ну, просто наследуя преданием Без рассуждения А по рассуждению он умер Две раны в руках, в ногах и в боку Вот Видите как Не то, что я за католиков Я просто Да-да, я понял вас Некоторые понять не могут А вы за католиков Ну, если они правы Я объясняю Я не буду так молиться Потому что я православный Но я никогда католика не осужу Чтобы он только как следует молился Правильно Понятно Понятно, я вас понял Поэтому я думаю Задам вам этот вопрос Да, и Как говорится Как земляку И попрошу у вас разрешение Как мне правильно Теперь я привык всю жизнь так молиться Да, я не могу Если вы уже пришли в православие То молитесь Как уже есть Да-да Я иду через Иисуса Вот как и вы Да, прошу Господа Бога Чтоб он, как говорится Так же Ян Затаус говорит Первые христиане Изображали крестное знамение Одним перстом Каким не написано Я полагаю, что указательным И слева направо Нас стоящих переведи туда Это ничего не значит Да-да-да У вас молитва немножко была другая Если вы православные Значит, держитесь как есть Да Ну, я хотел вкратце вам объяснить немножко Ну, кто я такой есть Я земляк ваш Скулунды Да, я уже вам говорил Да Я спортсмен Имею три школы Занимаюсь много с детьми Взрослыми Ко мне ходят многие дети Я уже 20 лет преподаю И музыкант Я заканчивал Барнаульское училище Байнист Хармейстер Возле Старого Базара Если вы знаете там такие Места были, да? Музыкальное училище Да, жил Я живу рядом Я живу здесь А, да вы что? Да Я жил на Партизанской 124 Там когда еще такие купечки А это Пушкина улица А еще по ниже Ползунова Я на Ползунова живу На Ползунова Знаю где это Я жил на Партизанской 124 Прям вот тут недалеко От Первомайского кинотеатра Если вы помните Там трамвайная остановка еще рядом Прям вот там я всегда Пацаном еще вылазил Ездил на Старый Базар На Семерке Как сейчас я помню Семерка, Пятерка шла У вас почему лицо не освещено? А лицо не освещено? Свет не падает на лицо Да вы что? Да Сильно темное пятно просто Да ну вот подождите А вот так Вот так получше видно Но все равно А у вас свет оттуда идет Откуда-то Вот так лучше Вот так получше Ну в общем Я стал профессионалом Боянистом Ну тут конечно дела не пошли В Германии Я жил 6 лет в Гамбурге И переехал Родители меня тут в Касселе Ну это центром Германии Вы знаете Теперь я сейчас тут живу Вот уже 25 лет Вот Трое детей Ну Бога уверовал Бога верю я Моя мать-ка Толечка Она бедная сейчас слепая Я за ней смотрю Она 100% слепая мать Она пострадавшая Волжанская немка Она у нас как в Сибирь кинули Вы знаете эту историю Не буду вам рассказывать долго Но дело в том Что мои родители Очень пострадавшие В ваших годах С 36-го года И я это все знаю И прошел вместе с родителями Эту тяжесть И чувствовал это Да от бабушки От дедушки слышал Ну в общем Приехали в 91-м году Как раз в разгар перестройки Вот И вот теперь сейчас Вот в это время Все мы тут находимся И я вот работаю Дом себе взял Старенький Восстановил Отец с Толером Всю жизнь был Много от него Что научился Хотелось конечно Приехать к вам туда Что-то по столярному Помочь вам Как говорится Смотрю вы молодцы Там дороги строите Вот это мне очень понравилось Молодец Игнат Тихонович Вы там людей поддерживаете Духом И как говорится И силы Я вас просто благословляю И благодарю за то Что вы такое доброе Людям делаете Дай бог вам здоровья И счастья Ну что я могу еще пожелать Наилучшего вам И как говорится Чтобы были всегда при боге Кончится наша беседа Я скину вам Свои ресурсы Все Сайт Форум Ютуб Чтобы вы знали Какое там сокровище Да вы что Да Ну это Можно сказать Мои родные места Я в армии служил Там ребята со мной были С Мамонтовского района Это ваши земляки Тоже там Да мы там Мамонтовский район и есть Да Ну конечно Ну я знаю примерно Потеряевка Это же где-то рядом Вот там Мамонтово Околокорщино Околокорщино рядом А вон Ну видите Земляки какие мои хорошие И это А я самой Кулунды Со Кулундинских степей Там мы жили В самой Кулунде Да Родители кинули В 41 году И они в землянку вырыли И вместе с этими С животными жили Да Мать говорит Мы спаслись Вот на кошках И с животными И с поросятами Спали вместе Да И вот Не было ничего И выжили Вот вот такое Такую тяжесть прижили Вот Игнат Тихонович И вот я смотрю Вы тоже много пережили И вот Все вот обычаи Вот вы как мой отец Все вот так делаете Все Ну вот смотрю Вот у меня отец Только умер два года назад Вот Рак у него Читовидки было Да Ну а так он был Отец с какого года С 36 Очень сильный столер Учился у столеров Которые по 25 лет В сталинских лагерях Отсидели Они были с Ленинграда Отец Как приедут Так я как понял Игнат Игнат Тихонович А так же легче Бери ломик Ковыряю ломиком Бей так Бей так Он меня учил отец Всю жизнь Как вот топором Как зачищать Как натес сделать Как зачищать Как рубанок правильно Как фуганок Как его настроить Чтоб он фуговал Аж пел Чтоб он Вот эти все тонкостя Мне отец научил Как говорится Все вручную И потому что Он перенял От таких людей Да И вот Он рассказывал До того там С этими людьми Которыми он Сидевшими работал Он рассказывал Они прошли Вот эти лагеря Как люди До того Дошли с голода Ели Даже уши отрезали И уши ели Да В тюрмах Надо было спасаться Вот Такой отец Мне рассказывал Это кошмар Там ему ребята Рассказывали Выживали Приходилось Вот их заставляют Там мертвых людей Нести Там захоронить Они уши отрезали Там Вот Пока хоронили Уши отрезали Говорят Такие уши вкусные Сладкие Говорят Ну надо же Говорю Люди спасались Вот таким способом Вот Вот такой отец Мне рассказывал И много он Очень научился Столярному Этих людей Он им был всегда Благодарен И вспоминал их Они такие Плотненькие были Сильные Крыши такие Амбарные Наводили Такие классные Да И вообще Стелили Пола Все с опытом Таким большим Что как говорится Комары носа Нигде не мог Просунуть Вот такой отец Был сильный Специалист И вот Умер Жалко конечно Он мне много Здесь помог Я дом восстановил У меня фахвергаус Знаете Такой Как его называют Скелетгаус По-русски Да Шкелетгаус Фахвергаус Деревянность С всеми Этими Как говорится Переплетами Да И вот этот дом Я как говорится Восстановил Везде Старин Ему уже более 100 лет Вот И мне интересно Потому что Глина помазана У меня Окамышованы Потолки у него Окамышованы И я их конечно Подбил Все аккуратно Сделал И конечно Дэмунг Дэмунг Это я оттеплил Чтоб ветра Сильно не было Потому что Они все таки Знаете Дышат сильно Эти дома И надо Чтоб они Немножко Как говорится Придерживали С улицы Холод Ну вот Сейчас уже живу 8 лет И как вот Нравится мне Старье Я держусь Больше к старью Игнат Тихонович Понимаете И делаю Такие фишки Окно тут Сделал Полуциркальное Немцы идут На меня Говорит Во hast du gekauft Во hast du gekauft So ein Fenster Я говорю Я не купил Это они Спрашивают Где ты взял Я говорю Я не купил Я сам Говорит Wie Я говорю Ну ganz einfach Sehen Sie meine Hände Я Mit diese Hände Ich habe das gemacht Этими руками Я говорю Я сделал Ну Du bist doch Ein специалист Russen Leute Hier ist Ganz gut Наши люди Вообще Себя Тут в Германии Честно скажу Наши русские Немцы Показали Очень С хорошей стороны Хотя Нам тут Было очень тяжкое Скажу Поначалу Потому что Нам бы Как бы Недоверие было Игнат Тихонович А теперь Они узнали Когда сейчас Муслимы Приехали С Сирии Сюда Сбежали Все Они Они теперь Знают Кто Мы Такие Чем Мы Люди Русские Честные Справедливые И добросовестные Мы в своей работе Честно Все делаем Игнат Тихонович Я такой человек Меня родители Воспитали Не обижай никого Не делай плохой Людям Иначе Как говорится Бумеран Тебе вернется Вот Вот так Я воспитанный Я В основном Все делал Для отца Отец У меня На руках Умер И сейчас Бегаю Буквально Сейчас Бежать надо До матери Не хочет Я буду умирать В моей комнате Игнат Тихонович Не хочет Идти Ко мне жить Ну вот Как ее Говорить Что она Пошла До меня Что сделать С 13 Года Были Миссионерские Поездки Мы Два раза В Германии Были Только Мы Проехали До Португалии Вы знаете Да Да Это я знаю Я везде Во все Библиотеке Дарил Свои книги У меня 38 Томов Вышло И Что Мне Очень Интересно Игнат Тихонович Как это Можно Сделать Чтоб У вас Книжки Можно Было Купить Через Кого Это Можно Вы Данное Данное Как Сейчас Поговорим Я Внизу Вам Скину Если Надо Я Там Передам Или Как То Деньгами Обдумано Обдумано Все Вы Прочитаете Вы Поймете Хорошо Как Вы Сылаете Где Платите Там Квиток Показать Я Посылаю Вам Книги Какая Стоимость Пересылки Только Не Совсем Ясно Потому Что Это Германия За Границу Дорого Но Это Все Можно Уплатить Я Вам Скажу Как Закончим Беседовать Я Сразу Скину Хорошо Хорошо Игнат Тихонович Я С удовольствием Прочитать Ваши Книги И Вообще Посоветоваться С Вами Много С Вашим Опытом Жизненным И Хотелось Конечно Что-то От Вас Перенять Как Желать Вопросы По Священному Писанию Есть Ну У меня Есть Но Я Еще Должен Много Еще Подумать Я Должен Подумать Еще Сейчас Понимаете Что Какие Вопросы У меня К Вам Будут Еще Да У меня Очень Много Вопросов Есть Но Игнат Тихонович Как У Вас С временем Как Я Не Хочу Вас Тоже Там Это Притеснять Во Времени Если Есть Что Для Спасения Души По Писанию Вы Больше Оговорах Не Делайте Я Сразу Буду Вам Отвечать Спасибо Огромное Вам Благодарю Вас И Могу Тоже Поделиться Вам С опытом Ну Хоть Я Конечно Моложе Я Вам Сыны Гожусь Но Могу Быть Многим Полезным В том же Столярном Деле В той же Именно По Столярному По Столярному Или 40 лет Я Печи Делал Печи Печник Я был Прорабом Мне не Разрешали Работать Советская Власть А я Работал Там Такой Полы Настилать Окна Вставлять Государственные Большие Здания Пятиэтажные А В свободные Дни Я езжу И смотрю Кому Надо В частных Домах Печь Сделать Бывает Галанка Называется Галанка Отдельно Это Такая Что Тебя Ценят И Накормят И Хорошая Оплата Вот Если бы Вы Были Рядом То На Июнь Июль Могли Были Приехать Потому Что У нас Был Детский Лагерь Теперь Пришлось В другом Формате Держать И У нас Куплено Два Домика И Там Необходимо Вести Сейчас Работу Обшить Дом Сверху Уже Сделанный Обшить Обшить Опилка Бетона А Опилка Бетона Доски В таком Направлении В гребень Чтобы Они Нашиты Четвертинку Чтобы Так У нас Времени Нету Не Каждый Может Это Дело Я Не буду Зря Сейчас Что-то Обещать Говорить Ну Конечно Хочется Попасть То Что Дедушка И Бабушка Там Похоронен У нас Лежат В Кулунге Там Мои Все Родственники Там Да Еще Поставались А поэтому В любом Случае Я туда Попаду Когда Нибудь Вы Не курите Нет Не курю Не пью Ну Вино Выпиваю Как Говорится Вино Честно Говоря Выпиваю Тогда По выходным Потому Что Как Говорится В Библии Это Кровь Иисуса Да Вот Ну Выпиваю Вино А Курить Не пью А так Это Просто Вино Дано Говорит Умному На веселье А глупому На погибель Да Так Лучше Не пить Да Игнат Бровь Не брать Мы Не берем Ни грамма И вам Будет Путь Закрыт И беседовать С мусульманами Они Строго Смотрят За этим А Это А если Даже Настой На травах Тоже Нельзя Да Допустим Нет Ни бровь Не брать Даже Настой На воде На воде Все Да Конечно А Долго На святой Воде Желательно Это Называется Кровь Шайтана А Кровь Шайтана Ясно Я Знаете Где Был Игнат Тихонович Я был Вот сейчас В марте Месяц С моей Женой Я ездил Своим Ходом С касселя Тысячу Ровно Триста Километров Я был В баре Как говорится Ездил Поклониться Мощам Николаю Чудотворцу Был Три дня Там У меня Вот фотографии Даже Есть Если Вы были Там Вот Моя Фотография Я стою Рядом Возле Базиликума Видите Вот В базиликум Я ездил Очень Интересно Смотрел Как наши Православные Люди Даже На четвереньках Как говорится Ползли К мощам Очень Интересно Многими Людями Пообщался Я Три дня Прямо Рядом Снял Отель И жил Прямо Рядом На побережье Ходил Сюда Погулять И опять Туда Ходил На Литургия Там Каждый Четверг Литургия Была На русскую Я ходил Была Итальянская Тоже Католики И я Ходил На нашу Православную Я был Там Три дня На литургии Очень Интересно Было Ну Как говорится Привез Мощи От него Вот эту Жидкость Ну Святую Водичку Привез И свечи Привез Вот Очень Интересно Было Мне там Посмотреть Я там Был Вообще Первый раз В Италии Проехал Италию Всю До Каблучка Что за Доехал Добрался Ну В общем Интересно Интересно И я Короче Больше Придерживаюсь Нашей Православной Верии И вот Послушал Вас И Прогляделся Думаю Мой Земляк Все Как говорится Толкует Правильно В строчку Все Вот Игнат Тиханович И даю Вам большое Предпочтение И поклоняюсь Перед вами И благодарю Вас За то Что Вы столько Делайте добра Людям Я вам просто Благодарность От себя От своей души Вам даю Что вы Такой человек Добрый И столько Вы Сеете добра Я думаю Никто не сможет Собрать этого добра Сколько вы Этого сделали И многие Там пишут Всякие Сектанты Такой Такой Я думаю Как вы можете Судить Не суди И посудим Будешь Да Вот Поэтому Я придерживаюсь Вашим словам Апостол Павлов Все желающие Жить благочестиво Будут гонимы Да И говорят Не разделяйте Да Павел сказал Не разделяйте Меня будут знать И вас Меня слушали Вас будут слушать Да Да Все спрашиваются И я говорю Вы на исповедь Если бы ходили Были бы православными Вы бы может По другому себя вели А так Все спрашивают Когда еретики Да Да Вот такие дела Это самое Игнать Ильич Я не хочу вас Отрывать Как говорится Но я надеюсь Что мы Еще увидимся И созвонимся Если вы не против Игнать Ильич Только вы Заранее Когда думаете Что у вас Вопросы Накопятся Да Вскайпе Напишите Его уже принято Не потеряйте его Хорошо Можно когда с вами Либо термин назначить Да Это я свободен Буду С четырех часов Завтра По Москве С четырех часов До семнадцати По московскому У вас будет По московскому У нас разница В четыре часа У нас утром Уже восемь будет У вас уже будет Восемь Да Тогда мне отсюда С Германии Во сколько звонить На четыре часа С Москвой на сколько разница На четыре часа Ой С Москвой на два У нас А с Россией На шесть Значит у вас Это будет два ночи С двух ночи С двух ночи Можно позвонить Да До одиннадцати По вашему До одиннадцати Дня По вашему Я Да Вот когда проснетесь Свободно в это время А у нас идут занятия Вы можете на занятия К нам пристать По скайпу Занятия идут Завтра занятия Вот я вам скину И вы там Сначала Выйдите на человека Кто ведет занятия Это у вас Занятия с утра Рано будет Да уже По нашему В шесть вечера А по вашему Это будет двенадцать дня Двенадцать дня Хорошо Хорошо Это завтра будет Да Завтра Среда Пятница И воскресенье Три раза в неделю А сейчас Идут занятия А полчаса Я отвечаю На вопросы Угу Ну мне там Вопросы Насчет поста Там Как вы вот Посетитесь Как правильно Я скину материалы На нашем сайте Все найдете Поэтому Я не буду вас Задерживать Игнать Тихонович Огромное вам спасибо Благодарю вас За ответы И за то Что вы Нашли время Ко мне Как говорится Уделили мне время Огромное вам спасибо Огромное спасибо Как говорится Филин Филин дан Я Филин Филин дан Всего вам хорошего Храни вас Бог Храни вас Бог Бог с вами Отвечайтесь Угу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok